Тысячи гектаров земли, уходящие за горизонт, просто зарастают сорняками. Так выглядят рисовые чеки когда-то одного из крупнейших предприятий в Темрюкском районе. Сегодня вместо риса финансовая яма. Предприятие банкрот. На его полях даже успели вырасти деревья, показывают Вениамину Кондратьеву. Стоит только подсчитать, сколько можно было здесь заработать. Это настоящий хозяйственный беспредел, не стесняется выражений глава региона. В таком состоянии 10 тысяч гектаров рисовых чеков находиться не могут. Это в первую очередь преступление перед самим собой, перед собственным народом. Населением края, которое сегодня может здесь, во-первых, работать на этих рисовых чеках, это раз. Во-вторых, собирать налоги, темблюдки, бюджеты. Чтобы узнать, хватает ли не только риса, но и других продуктов, глава региона отправляется на центральный рынок. Кондратьев проходит по торговым рядам и интересуется у продавцов, что из этого выращено на Кубани. Все с местных грядок, уверяют фермеры, особенно на расхват в Темрюкский виноград. Возможность продавать есть? Конечно. Везде. Да, да. Я представляю, жалоб нету, по крайней мере. До 40 сортов мы продали. Ну, экономика как бы складывается? Нормально, грех обидать. Налоговая нахер, нормально. Где хозяин? Где хозяин? Там всегда экономика остудуется. Многие из местных жителей, увидев на рынке главу Кубани, покупки решили отложить. Люди рассказали Вениамину Кондратьеву о проблеме, из-за которой они перестали даже спать. У нас во дворе строится 9-этажный дом с подвалом. Мы очень много жаловались. И в Краснодар писали жалобы. Нам приходят сюда, все возвращается, приходят формальные отписки. Ждите сейчас у меня около дома, я подъеду и сам посмотрю. 10 суток в наше время. Высотку на улице Шевченко начали возводить прямо во дворе, между пятиэтажками. Тем самым жители домов вместе с покоем разом лишились и детской площадки, и автомобильных парковок. А глава города как будто ничего не замечал. Вы вообще видели, что вы делаете или нет? Я все делаю. Поэтому такой бодак. Но если вы видели, то почему мы это допустили изначально? Лучше бы позаботиться о том, чтобы здесь была площадка для детей и зеленая зона для всех жителей. Вот это был бы на самом деле подход мэра. А сегодня я вижу подход того человека, который просто заинтересован во всем угодно, но только не в комфортном проживании жителей этого микроавиончика. Лучше не допустить строительства, чем завтра тратить бешеные деньги на снос. Так, договорились? Спасибо вам большое, спасибо. Вы знаете, у нас вся надежда только на вас. Проблем в Темрюкском районе много, но две выделяются особенно. Первая – дороги. Некоторые из них не ремонтировались десятилетиями. Вторая – перебои с водоснабжением. Сети износились на 70%. В некоторых поселках люди этим летом в неделю жили без воды. Руководители краевых департаментов ЖКХ и Минстроя пообещали Венемину Кондратьеву утвердить к концу года проект замены сетей. Местные жители в разговоре с главой региона затронули еще одну больную для района проблему – качество и доступность медицинского обслуживания. В районной больнице острая нехватка врачей. Молодые специалисты сюда просто не едут. Как минимум, нужно предоставить врачам жилье. Общее количество квартир, вот как вы оценивали, какое необходимо? Есть кто-нибудь считал вообще это? Ну, на сегодняшний день, ну, наверное, минимально 20-25 квартир. А не проще ли дом построить, Сергей Ильич, как вы? Ну, будем изучать вопрос. Может быть и дом построить. Нет, давайте так, вы его изучите на самом деле, потому что если пока вы будете по три квартиры ежегодно покупать, знаете, тут многие тоже состарятся среднего возраста. Поэтому просчитайте количество, как бы на самом деле настоящее количество необходимости квартир и количество специалистов. И если на самом деле там будет цифра 30-50 квартир, проще построить дом. Многие проблемы, о которых сегодня говорили, не новые. И решать их нужно общими усилиями. Чиновников, депутатов и, естественно, простых людей. Вениамин Кондратьев попросил активнее поднимать в обществе самые острые проблемы. Под лежачий камень никогда вода не бежит, народе говорится. Поэтому нужна активная ваша позиция. Многие проблемы, о которых сегодня вы говорите, и то скромно стесняясь, можно было говорить и 10 лет назад, и 5 лет назад. А сегодня не запущены до такой степени, что сегодня о них, конечно, уже надо кричать. Объединяйтесь, становитесь в одну шуренку и давайте решать проблемы. Тогда мы их решим.